В 68-ю годовщину со дня образования отметил Тарумовский район республики. По случаю памятной даты там прошли празднования. На центральной площади райцентра развернулись майданы всех поселений. Жителей района поздравила глава муниципального образования Марина Абрамкина. В честь празднования Дня района и за трудовые достижения почетными грамотами и денежными вознаграждениями наградили отличившихся тружеников различных сфер. На праздники побывала и наша съемочная группа. Украинская народная песня с легким даргинским акцентом. Магомед поет немного сдержанно, как и положено горцу, но с залихватским настроем. Так веселиться могут только в Тарумовском районе. Под звуки гармоники на этом майдане угощают старинными казачьими национальными блюдами. В селении Калиновка издавна в тесном соседстве живут казаки, даргинцы и другие горные народы. В основном в Калиновке занимаются выращиванием крупнорогатого скота, овцеводства и птицефабрики. Люди стали самостоятельно строить личные птицефабрики, выращивать птицу. И даже к нам в Калиновку приезжают даже с севера за курами. Тарумовский район отмечает свое 68-летие. На центральной площади торжественный выход гостей, хлеб, соль, как и полагается в таких случаях. Много слов о том, что сделано в муниципалитете за последнее время. Увеличилось использование пашни, которая была неиспользована. Увеличились введения в эксплуатацию новые пруды. Под зеркалом на сегодняшний день около 12 тысяч гектаров в районе. Сегодня, на сегодняшний день, Тарумовский район производит 80-85% прудовой товарной рыбы в республике. И где-то 67% вилово-морской продукции. Увеличивается мелкорогатый, крупнорогатый скот. Тарумовку традиционно называют Дагестаном в миниатюре. Кроме русских, здесь проживают почти все представители народностей. Поэтому Майданы на праздники – это всё равно, что карта района. К примеру, тут встречают подстаринную армянскую песню. А ещё готовы вкусно накормить и дать отведать вина. В селении Коробоглы, где издревле живут армяне, к этому напитку относятся по-особенному. Рецепт приготовления жители хранят в тайне. Он им достался от предков. Основное, конечно, село виноградарческое было. И основное – это наше вино. Чёрное вино, белое вино. Но в основном чёрное раньше было, и поэтому чёрные сады назывались. Когда вино делать, все семьи собираются. Рвать нужно вместе, давить нужно вместе. Кто-то давит, кто-то их потом вёдра переливает. Вся семья участвует в этом. Конечно, без этого не обойдётся. В ярких чохтот, длинных туниках, папахи и бурке встречают на Майдане села Новогеоргиевка. В этом селе проживают много аварцев. Горный народ живёт в соседстве с русским уже давно, поэтому аварка с именем Ульяна здесь никого не удивляет. У нас проживают аварцы Цумадинского района и аварцы Чародинского района, ещё есть Гуниевский район. Мы как бы собрали всё вместе, все традиции и даже атрибутику привезли, показать те районы, которые мы представляем. А мы уже познакомились, меня зовут Ульяна. И даже несмотря на то, что мы аварцы, самое красивое, что мне родители дали, это имя от русской национальности. Северина Шамхалова, Рустам Алибегов и Эльмира Байрамбекова. Время новостей.